можете теперь меня чем-нибудь просить да вот они мы рисуются вообще да да они сохранили эту технику и на самом деле если да но и несомненно да ну если рисована анимации то анимации сохраняют большинстве даже современные а вот прорисовка эмоций прорисовка всех глаз всего прочего все но остается на художники 2d шаги а трехмерки там очень много сейчас трехмерных есть люди которые только трехмерные аниме делали собственно на лидографике мило тело это хорошо вопрос нет на самом деле время тратится ну использование времени на создание мультфильмов одинаковые работы очень много хотя смотрите в пластилиновой анимации больше пластики немножечко больше возможностей потому что кукольные не все-таки более статичные у них не такая большая полифония движений то есть кукла она имеет некоторое ограничение что пластилин вы можете что-то и как-то более динамичные изменять то есть вот эти 24 кадра или 18 кадров в секунду которые сохраняются в классической любой анимации пластилиновой анимации это проще сделать чем с кукольной там будут все-таки квадратно немножко движения потому что это кукла есть масса вариантов как это можно сделать бывает статичная ну то есть например аста статичный фон но нарисованы также допустим есть пример очень замечательная реклама когда у них движимые только животные которые используются в рекламе то есть движимый медведь который идет движимый заяц фон он практически статич ну там дерево он идет 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 тут еще раз это же дерево то есть на самом деле большее из-за того что большее внимание уделяется активному предмету но самому главному который играет главную роль то есть я там ответила на вопрос да 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 всегда будет главное c акцент на чем мы там не было да если мы оживляем или животное или какой-то предмет то фон статичный живой предмет потому что он действует потому что зритель будет наблюдать именно за живым предметом который на которую мы пришли смотреть и выбираем мультфильмы до какая же мультипликация хорошая самое главное чтобы все что вы не создавалась она бы она сохраняла вот эту первозданную любовь доброту и истину которая наполняет и которую в любой момент хочется смотреть улыбаться и которая доступна для любого человека ну любого возраста то есть будет и это смотреть маленький малыш которому два года или такое взрослый человек который просто в какой-то момент улыбнется это вызовет него добрые эмоции если я думаю что это самое главное что я надеюсь что сохранит анимация что сейчас в общем добавляется достаточно много таких полуфильмов мультиков когда не совсем понятно это фильм или мультфильм что с этим жанром будет это просто сейчас возможно с помощью 3d создавать полноценные фильмы уже скажем и похоже на мультики но в то же время есть достаточно большое количество произведений которые все еще косят например возьмем пробуждение жизни это вроде бы как полноценный фильм но в то же время это скажете можно рассказать давай небо мне попробую в общем развитие компьютерных технологий они конечно же сказывается это все употребляется в развитии мультипликации в развитии возможностей в общем история знает очень богатое количество примеров как она все развивалась как появлялись какие-то компьютеризированные моменты компьютеризированные графические моменты в фильмах в мультфильмах то есть они сначала выделялись старались это все сгладить чтобы она смотрела и не вырезалась из общего фона то есть смотрела все одной целостной картинкой не не разбивалась что мы заметили там графика компьютерная а тут совсем живой человек и и и в общем все это развивается это этому тоже место есть быть и люди все равно они будут использовать те программы которые они придумывали для того чтобы создавать что-то новое и смотреть я не думаю что там через сколько-то лет останется флешевая анимация да но она имеет место быть когда-то в какой-то момент она существует и продолжает двигаться и люди создают такие мультфильмы потому что это легко и можно сделать то есть использование технологий будет продолжаться эксперименты будут сложные вопросы последнее время я считаю что самый лучший фильм это бразильский фильм 2014 года это мальчик и мир это удивительный простой мультфильм для которого там герой главный мальчик который просто нарисован он кружочек у него тело квадратное и ручки и ножки просто палочки понимаешь но идея которая несет этот фильм который несет этот мультфильм вот эту полноту я считаю его самым-самым лучшим пока но вини-пух подкрадывается смотрю а вини-пух же вини-пух он такой простой такой элементарный но там немножко другие там хороший акцент на озвучке до каждый наверное вспомни там если ему там поднести вини-пуха там или услышать такой это точно он то есть я имею ввиду да я имею ввиду советский данный пух именно того самого хит рука да я ответила отлично